Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, глава государства обнародовал очередные меры, которые еще только надо предпринять, чтобы помочь бизнесу, который совсем у нас загибается на фоне коронавируса, как загибается какой-нибудь несчастный пациент в больнице, у которого иммунитет отказывает. Вот и у бизнеса нашего иммунитета, судя по всему, не было. Ну, откуда жир накопить в нашем государстве бизнесмену? А тут тем более и коронавирус, и не только, все вместе, еще и нефть упала и так далее, и тому подобное. И стало понятно, что если так дальше будет длиться, если мы все будем дальше сидеть в самоизоляции, а помощи никакого предпринимательства сообществу не будет, то и сообщество у нас не останется. Выйдем мы на улицу города после самоизоляции. Магазинов нету, частной медицины нету, сферы услуг нету, ногти сделать прекрасной девушке негде, потому что все успешно закрылись. Произойдет ли это так, или все-таки действительно после последних шагов президента, последних слов президента, все-таки частный бизнес получит какую-то помощь, какую-то поддержку, а может даже не какую-то, а хорошую? Об этом мы сегодня поговорим с экспертами нашей студии. Хочу их представить. Это Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления нашего Тверского госуниверситета. Добрый день. Добрый день. Это Александр Роттенфельд, директор стоматологической клиники профессора Стрельникова. Добрый день. Добрый день. И Олег Смирнов, генеральный директор ООПК Промтехоснастка. Это то самое реальное производство, которое вроде как пестует наше государство, которое должно спасти нас в том числе. Добрый день. Добрый день. Будем надеяться. Да, будем надеяться. Дорогие телезрители, вы звоните нам по телефону 300-190, это прямой эфир. Вы можете высказать свое мнение. Может быть, среди вас есть кто-то как раз предприниматель. Вы можете сказать, что вы думаете по этому поводу. Помогает ли вам наше любимое государство? Чувствует ли вы его поддержку, его сильных рук, крепких, когда не надо? Или нет? Звоните 300-190. Ну что ж, господа, для начала давайте проанализируем результаты первых мер, которые были приняты, когда только наш государь обратил к нам и сказал, что наше капиталистическое отечество в опасности, коронавирус наступает. Он призвал всех нас удалиться по данному на самоизоляцию. Но при этом были обнародованы меры, что бизнесу помогут. Господа, ваше мнение, вот эти шаги, вот сейчас, может, какие-то результаты, две недели прошло, уже как-то подвести предварительные итоги. Помогли или нет? Что, слово «дай» предоставим сначала? Хорошо, давайте. Ну, вы знаете, конечно, говорить о действенности этих мер очень-очень тяжело. Первая причина заключается в том, что эти мероприятия, они были сформированы на ходу. Надо понимать, что в такой ситуации не только Россия, но и другие страны оказались впервые. Естественно, наверное, скорость реакции и в России была не столь быстрая с экономической точки зрения, как хотелось бы и как должно быть. Еще какой момент здесь мы можем выделить? Действенные меры, они тогда действенные, когда заявления президента о помощи реализуются четко, быстро и понятно для всех. У нас, к сожалению, этот механизм не отработан. То есть надо бы понимать, что и правительство, и другим органам власти надо работать в режиме чрезвычайной ситуации. Но мероприятия по алгоритму реализации предложений президента, они были, безусловно, во времени удлинены. И, как следствие, сегодня что мы видим? Что реальные меры поддержки конкретные предприниматели не получили. Да, действительно, большинство из них поверили президенту, обратились к определенным органам, например, к тем же банкам. К банкам куда еще? К сожалению, продолжают быть. И, на мой взгляд, еще правительство, вернее, даже президент, заявляя о тех мероприятиях поддержки, наверное, он говорил о неких таких общих моментах, общих вещах, не оценивая реальность деятельности предпринимателя внутри этого ядра, внутри малого бизнеса и малого предпринимательства. Надо понимать, что сегодняшняя ситуация какая. Малые предприятия, средние и крупные, понятно, крупным проще, они на то и крупные, большие. Заключается в том, что нет возможности работать. Нет чего? Нет выручки у предприятий. Работать запретили, в принципе. Да, потому что запретили работать. То есть нет того ресурса, который уже потом идет распределяться. Соответственно, нет выручки, не может работодатель, пусть это даже и малые предприятия, заплатить зарплату, выплатить там свои обязательства по кредиту, элементарно коммунальные услуги заплатить. Потому что большинство малых предприятий работает с оборота. У них нет никаких заначек, у них нет никаких финансовых резервов, которые можно было бы воспользоваться вот в такой ситуации. Плюс ко всему, надо понимать, что эта ситуация непонятна, когда еще завершится вот так вот реально. Сегодня многие предприятия, которые если еще не умерли, то продолжают работать даже не на полоборота, а на какую-то, наверное, десятую часть от того, что было изначально. Поэтому как можно говорить о сокращении налогов или даже их отсрочке на будущий период, когда у компаний просто нет финансовых ресурсов, у них нет выручки. С чего им платить, пусть даже и сокращенные налоги. Опять-таки, это даже смешно. То есть здесь нам необходимы какие-то иные мероприятия, которые позволили функционировать экономике как системе. У нас начинается проблема с чего? С того, что нет на сегодняшний день реальных доходов у населения, и они сокращаются. А если нет доходов, то и нет покупательского спроса, нет выручки у предприятий, и нет возможности у этих предприятий платить по своим обязательствам. И поэтому, о чем мы можем говорить, да, о каком облегчении вот этого бремени налогового и иного компаний, когда у них просто по нулям в кассе и на расчетных счетах. Господа, конкретные предприниматели, как сказала Оксана, как сложилась ваша жизнь, как она изменилась после вот этих слов президента, после того, как... Вот, Олег, вам запретили работать? Вы знаете, вот была неделя, когда мы не работали. То есть вы попали в спектр тех предприятий, которые вам сказали, вы не жизненно важные. Ну вот, когда были объявлены первая неделя выходных, как и все у всех странах. Да, решила именно выходных, да, с сохранением заработной платы, да. Не будем говорить про то, что Москва сразу поехала в Тверской области, в соседние... Да, регионы отдыхать. Отдыхать именно, потому что выходные. Мы, как бы, естественно, эту неделю отдыхали, потому что не было понятно, кому можно. Очень много информации ходило, и в сети интернета, и по телевидению. И предприниматели, и простые люди, и работники не знали, можно работать, нельзя работать. Можно ли выходить из дома, нельзя выходить из дома. Что за этим последует? Мы, естественно, эту неделю не работали, мониторили ситуацию. Со следующей недели мы вышли работать, но мы не можем работать, естественно, в обычном режиме. Почему? Потому что многие поставщики не работают. Это раз, нам банально. У нас металлообрабатывающие предприятия, у нас есть какие-то действующие договоры, контракты, по которым мы обязаны сейчас поставлять продукцию. Вам металл, вы продукцию. Да, но мы даже не можем зачастую заказать материал на эту продукцию, потому что та-то металлобаза, допустим, закрыта в Карачарово, где мы берем максимальный объем материала. Значит, та же ситуация у нас по заказчикам, по нашим. Мы работаем как на частных заказчиков, так и на более-менее государственных, назовем так, УАО, РЖД. Все договора идут через тендеры. Тендеры сейчас все отодвигаются. Всех перевели на удаленку. Люди не знают, как на удаленке организовать весь рабочий процесс. Как правильно сказала Оксана, да, там было много слов, было много сказано, но реальные механизмы по реализации этих слов, их нет. Точно так же, как и с банками. Значит, мы обратились за кредитом. Естественно, мы не надеялись на зарплату. Да, на зарплату, да? На зарплату, да? Сбербанк, у нас расчетный счет в Сбербанке. Олег, извините, я вас перебью. Мне показывают, что у нас сейчас выйдет реклама про сношение с банками, как бы сказали в средние века, про там с дьяволом были. Мы говорим отдельно после рекламы. Реклама, дорогие телезрители, не переключайтесь, 3190 звоните. Мы сегодня обсуждаем, как наш бизнес будет выживать дальше в условиях коронавируса, когда запретили работать фактически. Снова программа «Тема дня». У нас прямой эфир. Мы сегодня говорим о том, как поживает наш бизнес, как выживает наш бизнес, и насколько помогут ему последние шаги, которые обнаружил президент. А у нас, говорят, вот телефонный звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня Сергей зовут, тоже здесь еще предприниматель. Малый бизнес, можно сказать, микробизнес. Из того, что я вижу, хотел тоже поделиться. Первое, то, что из всего, что было сказано, работает вообще ничего, должным счетом только лишь 15% на зарплату высшим рот. И, да, кредит на каникулы ничего не работает, кредиты на выпущу зарплаты также. И даже постановление, вот, например, у меня сфера попала под риски. И было выпущено постановление об отсрочке платежей аренды. Так вот, либо делают вид, что арендопытатели делают вид, что не знают об этом постановление, либо просто его игнорируют, потому что сами просто не выжить. То же самое, например, Рубин. Я их прекрасно понимаю, очень большие кредиты. Им тоже на встречу не идут, и поэтому они не снижают аренду никому. Поэтому все, что сказано, это просто слова для меня, как для предпринимателя. Я в них не верю. И тут только исхожу из того, что мы имеем на данный момент. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за такое честное, прямое мнение. Дорогие телезрители, мы ждем подобных же звонков. Говорите все, что вы правда считаете. Если вам помогли, это прекрасно. Если нет, то... Итак, Олег, возвращаясь к нашим баранам, в смысле к банкам. Вы пошли, кинулись к банкам, услышали слова о главе государства. Вы услышали, попросили кредит, но кредиты, так как мы не попадаем в сферу, которая напрямую, в сферу деятельности, которая напрямую пострадала от коронавируса. Страна без вас может обойтись, да? Берите на общих основаниях процент от 12, соответственно, под залог имущества. Вот, в общем-то, и весь разговор. Ситуация такова, что насколько это продлится и каковы будут последствия, предугадать сейчас просто невозможно. Поэтому закладывать все имущество на то, чтобы выплатить 2-3 месяца зарплату, вот как пытаемся как-то выкручиваться. Сергей сказал про послабление по налогам с высшим рота, да, там социальные отчисления снизились с 30 до 15 процентов. Да, мы этим пользуемся сейчас, как бы, с апреля. Но, опять же, с одной оговоркой, что от налоговых органов, возможно, что-то придет. Почему? Объясню. Потому что второе послабление в данный момент от налоговой, это отсрочка платежей, кроме, если не ошибаюсь, НДС и НДФЛ на 6 месяцев. При звонке в налоговую, в общем-то, они не стесняются и напрямую говорят, что вы можете этим воспользоваться, но ждите сразу проверку. И, в общем-то, нет организаций, в которых не за что зацепиться. Вот, в общем-то, такая ситуация. Отсутствие судимости у человека – это не у заслуг, не наработка системы, да? В общем-то, вот такие меры. А какая проверка? Коронавирус нельзя шлынуть по улице? Ну, нельзя, как бы, говорят, много-много говорят, много. При этом я часто слышу, что кому-то прилетают сейчас требования от налоговой. Хотя, вроде бы, как проверки какие-то сейчас запрещены. Много слов, много слов, но по факту ситуация та, что складывается реальной, она очень далека от того, что мы услышали от Владимира Владимировича. Потому что на местах, опять же, как сказала Оксана, нет механизмов для реализации. Везде создаются какие-то препятствия для того, чтобы эта реальная помощь шла для предпринимателей. Мы, в общем-то, посмотрели, мы не являемся, не относимся к сфере пострадавшей, поэтому, в общем-то, мы уже ни на что-нибудь не рассчитываем. А у нас вот снова звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Александр Анатольевич, меня зовут. Вы знаете, вот то, что происходит, веры в наше правительство, в нашего президента, тают, в общем-то, с каждым днем. Видно, что реально действенных мер у нас не предвидится. И, собственно говоря, вот предприниматели сейчас правду скажут, что действительно у нас происходит. А мое личное мнение, чем вот так рубить хвост собаки по мелким частям, лучше бы на месяц закрыть, обеспечить людей прожиточным каким-то минимумом, финансами, и потом дружно всем выйти на работу, чем мучиться, вот как сейчас. Понимаете, вот предприниматель говорит, мы не можем работать в нормальных условиях, у нас не восстановлены. Поэтому лучше было бы действительно закрыть людей, да, действительно на карантин, и после этого дружно выйти на работу. Вливание финансовое, и машина бы заработала экономическое. Лично мое мнение вот такое. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Александр, с какой проблемой столкнулась частная медицина? Ну, я на самом деле представитель здесь, наверное, особо пострадавшей отрасли, хотя она таковой не считается. Нашу отрасль не внесли в, я имею в виду, общую медицину, так как меня представили как директора стоматологической клиники, не совсем, вернее, частично верно. Я еще являюсь управляющим партнером больницы Пирогова. А это уже больше широкий спектр медуслуг? Это общая хирургия, амбулаторный прием, пластическая хирургия. То есть это у нас такая достаточно, наверное, единственная в своем роде частная больница. И в итоге? В итоге таков, стоматология у нас попала в отрасль, которая стала пострадавшей, а общая медицина не внесена в отрасль пострадавшую. При этом, на самом деле, почему мы считаем себя наиболее пострадавшими, мы ограничены в работе даже не до определенного числа, а до особого распоряжения. Когда оно наступит, никто не знает. То есть ваши сотрудники остались без работы? Мы остались в очень узкой части своей работы. Нам разрешено оказывать острую и неотложную помощь. Что это такое? В стоматологии острая помощь, нет такого понятия, это неотложная помощь. Но это является неотложной. Острые состояния... Острые состояния это человек в обморок, при смерти, то есть это больше в общую медицину. А, вот так. Проблема, на самом деле, заключается в том, что в общей массе руководители медицинских организаций от юридической стороны вопроса очень удалены. И они мало разбираются в вопросах юридических, больше в медицинских. Поэтому вот объединить все эти знания и умения, и понимания, вот в этом вся сложность. Мы оказываем острую и неотложную помощь в нашем комплексе, потому что у нас и больница, и стоматология, это единый комплекс в одном здании. Конечно же, в этих условиях гораздо сложнее и тяжелее работать. И вот наше мнение однозначно, что здесь должно быть не запрет на работу частных медицинских учреждений, а полноценное взаимодействие с ними. Что это значит? Объясню. Дело в том, что, если говорить о стоматологии, да и общей медицины, для нас каждый пациент – это источник возможного заражения всегда был. И всем. И всем. Это и СПИД, и гепатит, и любые вирусы. И элементарный насморк. Все, что угодно. Для нас любой пациент – это источник возможной инфекции, попадающей в нашу клинику. Поэтому настороженность эпидемиологическая у нас всегда была, и мы к ней готовы. Конечно же, в период эпидемии мы делаем это с еще более тщательным подходом. То есть на сегодняшний день, когда у нас появляется вот такая необходимость неотложной помощи, к нам в клинику попадает один пациент. Он находится в холле один. Он не пересекается с другим, которому тоже нужна помощь, потому что это рассчитано. То есть это работа, на самом деле, не просто врачей, но это работа командная, это работа администраторов, это работа руководства. Санитаров, которые, собственно, могут... Санитаров, абсолютно верно. То есть, конечно же, могу сказать честно, выжить в этой ситуации и полноценно оказывать вот такую помощь, могут организации, имеющие в своем штате достаточно большое количество сотрудников. Потому что это должны быть санитарки, это должны быть... Не может быть один администратор на телефоне, и он же принимать в это время мерить температуру пациенту, входящему. Да, потому что это измерение температуры, это обработка рук, это там нужно ему одеть маску, ну, для входа. Понятно, что зубы с маской не вылечишь, но в любом случае. Честно могу сказать, у нас уже во время открытия больницы, у нас диспенсеры для антисептиков, которые их сейчас заставляют вешать во всех организациях, да, они у нас уже два года как висят. И мы ими пользуемся, не просто висят, мы ими пользуемся, потому что это необходимость, и это данность, которая должна быть. Единственное, что можно сказать, вот в силу всей вот этой ситуации, которая складывается, что, наверное, будет огромным плюсом вот такая настороженность. Сейчас люди научатся мыть руки, то есть вовремя, да, приходя с улицы. Научатся какой-то гигиени, которая отсутствовала у большинства людей. Конечно же, она научит вот эта вся ситуация и медицинские учреждения правильно подходить к вопросам. Но могу сказать со стопроцентной уверенностью, что частным медицинским клиникам нельзя запрещать работать. Нужно взаимодействовать. По большому счету, ну, скажем так, мое видение таково, что это должно быть полноценное взаимодействие, объединение частных организаций с руководством города, с руководством области, с органами, которые контролируют нас. И это должна быть выстроенная четкая работа. Тогда это, наоборот, облегчит работу государственных клиник. Потому что, вы представляете, сейчас закрылись все, очень многие, испугавшись всей этой ситуации штрафов, которые уже возникают. Ну, по слухам, не могу сказать, что действительно. Очень многие просто закрылись и говорят, мы переждем. Клиники. Клиники. Да, но кто-то задумывается, а кто-то нет. У нас есть обязательства перед нашими пациентами, которых мы лечим уже давно. У нас возникает перед ним, у нас есть этапность лечения, которую мы не можем приостановить. Мы можем иногда отложить на какое-то время, но если мы отложим на гораздо большее время, значит, возникнут проблемы у пациента. И, извините, он завтра придет с уверенностью к нам и скажет, а почему? То есть, конечно же, проблем возникает очень много, никто об этом не задумывается. Конечно же, нужна помощь тем, у кого есть острые возникают ситуации. Боль, зубная, если мы говорим о стоматологии. Есть ситуации, когда у пациента он носит временный протез или лечится у ортодонта. У него что-то сместилось, отломалось, это нормально. А это считается неотложной помощью? Это считается неотложной помощью, но если кто-то испугался и закрылся, объяснить вот эту ситуацию как неотложную, достаточно сложно проверяющим, которые, давайте быть реалистами, слабо понимают во всех отраслях медицины. Можно это доказать, конечно же, это все будет понятно и ясно, но на это уйдет много времени и сил. И, соответственно, все это приводит к тому, что пациент не знает, куда деваться. А что делать? То есть, у нас звонков огромное количество. Люди не понимают, они говорят, подождите, вы мне должны доделать один или тот этап. У меня болит, мне нужно. И у нас, конечно же, я о чем и говорю, что, конечно, вся эта обстановка, она усложняется тем, что, конечно же, мы отзваниваемся пациенту. Доктор отзванивается, понимает, насколько эта ситуация сложная в той или иной мере. Можно ли ее отложить или нет. Если это действительно ситуация неотложная, то мы этого пациента принимаем. Поэтому, конечно, вот это полноценное взаимодействие клиник, которые понимают, как работать с государством, оно бы привело к тому, что весь этот поток пациентов с острыми болями, с недомоганием, они бы не побежали в государственные клиники, которые не могут быть по определению так же оснащены. Они могут быть, но, к сожалению, это не так. По факту не так. Они не готовы к приему в таком формате, в котором работаем мы. Если мы сейчас с вами зайдем в любую государственную стоматологическую или любую поликлинику, мы не увидим, что там сидят толпы людей, и нет одного пациента в холле или определенные потоки направленные, как это должно быть, да, то есть потоковость пациентов, особенно в период эпидемии. Это же наука, которой нужно обладать, которой нужно правильно все это распределять и организовывать. И, конечно же, когда сейчас частные клиники закрылись на ключ и сидят все по домам, то все это сваливается в государственную клинику, когда в узкое горлышко начинает вбиваться огромное количество людей. Что происходит? Перекрестное опыление, так называемое, да, то есть перекрестная инфекция, которая увеличивает количество заболевших, в том числе и коронавирусом, и чем угодно. И, конечно же, то есть сейчас очень много ведется бесед среди собственников бизнеса, частного, медицинского, руководителей и так далее, как нам сделать так, чтобы нам разрешили работать. Мы не знаем, как это сделать, чтобы нам разрешили полноценно. Конечно же, и мы, то есть думающие... Создать письмо какое-то, обосновать. Понимаете, нужно понимать, кому сейчас всем не до того. То есть это должно быть объединение организаций, которых, к сожалению, точно так же это проблема и медицинского бизнеса частного, которые вовремя не смогли объединиться в одно единое целое, для того, чтобы могли они и какие-то свои пожелания вносить руководителям органов разного рода, и в то же время контролировать самих себя. По большому счету это должно быть, ну как СРО, да, саморегулирующая организация. Ну, как строительство. Да, которое должно проходить, например, двойное лицензирование. То есть лицензирование в органах Росздравнадзора, и при этом лицензирование в самой регулируемой организации. И организация должна отвечать за работу тех клиник, которые в нее входят. И отвечать не просто так, они уже будут это делать со знанием дела. Они будут помочь и поддержать это целое. А конкретно сейчас что можно сделать? А ничего. Я думаю, что в моем понимании ничего. Тут только на решение, так сказать, властей. Либо нам дадут работать, либо если кто-то оперативно из Росздравнадзора, Роспотребнадзора, смогут действительно начать контролировать правильность приема пациентов, потому что то же самое будет происходить и в частных клиниках, если просто толпа пациентов с непонятными инфекциями и всем остальным сейчас пойдет и в частные клиники. Тут с этой стороны тоже должен быть контроль. Поэтому контроль должен быть двойным. Александр, скажите, а вы в итоге тоже обращались в банк-то? Ну, на самом деле, я не могу сказать полностью негатив. У меня нет такого полноценного негатива по банкам. У нас действительно, так как достаточно большая компания у нас, я бы назвал, скажем так, это холдингом, у нас есть кредиты, мы обратились в банк, который нам выдавал кредиты, и они нам, в общем-то, достаточно быстро и оперативно сделали каникулы на протяжении. То есть, как бы и с процентами, и с телом кредита. То есть, могу сказать, респект. Прекрасно. И вот этот момент, кстати, очень показательный. Александр отметил, что это достаточно крупные, компания относительно малых предприятий. Поэтому для банков такие вот клиенты, они более предпочтительны. Почему? Потому что у них более высокий уровень финансовой надежности. И, соответственно, конечно, предоставить налоговые каникулы холдингу, которые объединяют себе группы компаний, проще. Потому что они более финансово устойчивые. Конечно, да. И, соответственно, тут выше. Да. А малый, а малый, а малый. Конечно, все правильно. Насколько быстро Александр получил положительный ответ, настолько же быстро вы получили отрицательный. А вы знаете, у вас сколько сотрудников вообще? Ну, у нас малое предприятие, в среднем 20 человек сейчас работает. А у вас? Ну, у нас порядка 100. Вот. Соответственно, да. Пять раз, да, и мы масштабы деятельности сотрудников. Нет, ну, у нас, на самом деле, действующий кредит, который под залог. У нас он уже есть под залог нашего имущества. И поэтому они, конечно, банк прекрасно понимает, что у них есть залог, у них все есть. Нам можно верить. И, как бы, это целая группа компаний, которые занимаются, это все в медицине, но это разноплановость, да, как бы видят, что у нас есть и производственная компания, мы производим изделия медицинского назначения. На самом деле, в этот период, вот, ну, такая, ну, не реклама, но мы стали производить многоразовые маски. Куда они сейчас одеваются-то, скажите? Ну, на самом деле... Вот я хожу по аптекам, нету? В аптеках их нету. А вы куда? В Кремль, что ли, отсылаете? Нет, не в Кремль. Ну, давайте так, наши производственные мощности не настолько велики, чтобы полностью... Я понимаю, куда они идут? То есть, на сегодняшний день мы поставляем в Минздрав. Чиновникам что же, чтобы там самим в масках ходить? Нет, Минздрав для того, что они распределяют... Они уже распределяют дальше по тем клиникам, больницам, учреждениям, которые нужны. Нужно понимать одно, что одноразовые маски, о которых все знают, видят и понимают, это очень дорогое и на сегодняшний день невыгодное мероприятие. То есть, на сегодняшний день? Нет, не для продажи. Я говорю о потреблении. Потому что два часа, и вы маску эту выкинули. Вы представляете? Положная выкидывается. Положная. Я думаю, больше всего как раз в них ходят целый день. Это очень плохо, на самом деле. Каждые два часа, два-три часа ее нужно выкидывать. И вы представляете количество потребления этих масок? Поэтому, когда вы задаете вопрос, где они, они в помойке. И с чем столкнемся мы завтра, это с тем, как очищать мир от масок. Вот это будет следующий этап, с которым столкнется весь мир. Поэтому мы производим многоразовые маски, которые тоже носятся порядка трех часов. Ее можно использовать много раз, постирать, погладить. А мы сейчас используем возможность пообщаться с телезрителем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это Александр Анатольевич. Снова у меня такой вопрос медицинскому руководителю. А почему бы в сложившейся ситуации, когда наши государственные медицинские учреждения закрыты, не направить наших пациентов с медицинскими полюсами, и государство оплатило бы, перенаправило вот этот финансовый поток. Вы готовы? Мы готовы. О том и речь. Спасибо. Я вам больше скажу, не то, что готовы. Мы уже больше года находимся в списках ОМС. То есть, по-хорошему, мы готовы принимать пациентов всегда. Да, со страховым полюсом, обязательно медицинского страхования. Но дело в том, что система работы ОМС, она подразумевает, что нам сначала должны, нас включили в список, а потом нам должны выделить определенные объемы. К сожалению, частным клиникам не выделяют этих объемов. Хотя мы готовы работать. А если государство захочет из вашей клиники чумной госпиталь сделать, вы готовы? Ну, по типу шестой, там, поиска, ЦРБ. Скажем так, ну, а куда деваться? Если в этом потребуется, вот прям нам скажут, что... Надо. Надо, да? То есть, ну, наверное, будем беседовать с учредителями и будем это решать. Понятно. Господа, новые слова Путина прозвучали совсем недавно. Ваше мнение, Оксан? Почему вдруг? Неужели тех мер недостаточно? Или что законы наши святые исполнители, лихие супостаты, пришлось подкорректировать? Да, ну, на самом деле здесь ситуация, конечно, понятна. Я думаю, что Владимир Владимирович понял на определенном, коротком, слава богу, этапе, что этих мероприятий недостаточно, как по его формулировке. Недостаточно, или не делают ничего. А на мой взгляд, просто мероприятия, предложенные им, они не были особенно действенные. Почему? Потому что соответствующие органы власти, правительство, тоже Центральный банк, не реагируют оперативно и не реагируют должным образом. Ну, вот, понимаете, это говорит о чем? Эта ситуация хорошо обнажила некую нашу систему, да, и ее взаимосвязь. То есть получается, что вот эти органы, они между собой не скоординированы. А самое печальное, еще и другое, что, конечно, там, безусловно, работают люди компетентные и умные, но они очень сильно оторваны от нашей реальности. Да, потому что они не знают бизнеса изнутри, они не знают, как работает малое предприятие той или иной отрасли. Поэтому, понимаете, чтобы помочь, да, не знаю, там, человеку или бизнесу, надо понимать. Вот, чтобы помочь пациенту, больному, человеку, да, врач, он должен иметь медицинское образование, не просто знать какие-то общие симптомы, да, но еще какие-то более тонкие нюансы, которые дают им возможность идентифицировать. Так, в общем-то, сегодня наше правительство во главе с Владимиром Владимировичем должны быть вот теми самыми врачами, да, компетентными, образованными врачами, которые должны оперативно, как скорая помощь, что-то сделать с малым и средним бизнесом, и, в принципе, с экономикой, понимаете? То есть, здесь вот именно вопрос того, что они не понимают и не знают изнутри, да? То есть, они... Они говорят о медицинской аналогии, они не врачи практики, а врачи теоретики, да? Ну, возможно, да. Есть же врачи, которые теоретики, а есть, которые... Скорее всего, люди, которые просто интересуются медициной, да? Парамедики, которые рядом сидели с медициной. И вот, на мой взгляд, это вот первая проблема, что они, сидя на верхах, они однозначно не понимают, что творится внутри, да? То есть, они видят некую общую картину, но одно дело общая картина, другое дело деталь, да? В общем, все работает, функционирует что-то где-то как-то, но, по сути, что вот отдельные единицы, они просто сегодня умирают, да? Как вот многие предприятия малого бизнеса. Например, те же туристические фирмы, да? Которые небольшие, которые продавали путевки. Да, вообще сфера туризма, в принципе. Они вообще умерли еще до того периода, когда у нас обозначили, ну, карантин что-то типа того, да? Дни рабочие дни. Но они уже остались без работы. А скажите, а когда они смогут приступить к работе? Когда? Когда вот они смогут осуществить свою деятельность? Непродовольственные магазины. Посмотрите, вот даже сегодня, если пройтись по городу. Кому сегодня вот в этой ситуации нужна одежда, например, да? Или еще какие-то элементы и товары не производят, не первой необходимости. Вот я даже обратила внимание, знаете, до смешного, да? Проезжая мимо некоторых магазинов, которые торгуют там одеждой и иными непродовольственными товарами, они даже свет уже экономят, понимаете? То есть, если раньше у них все было освещено хорошо, то сегодня у них какая-то одна лампочка горит. То есть, мы понимаем, что спрос на многие товары его просто-напросто нету. А другой вопрос еще связан с чем? Надо понимать, что есть производственные предприятия. Производство — это некая цепочка. И сегодня эта цепочка будет стоить много дороже своим собственникам, нежели чем было месяц назад. Почему? Да потому что многие те же малые производства. Ну, не знаю, ну, грубо говоря, даже вот маски, да, которые вы производите. Я не знаю источник сырья, но я думаю... Проблема. Да? Проблема. Русские защиты. Опять-таки, если это... Конечно, российские проблемы. Не-не-не, все российские проблемы. А представьте себе те, которые работают на китайском сырье. А давайте вспомним, что сегодня уже доллар-то стоит далеко, да? Не те 60 рублей, о которых мы говорили там два месяца назад. То есть представьте себе, сколько стоимость исходного сырья для многих предприятий вырастает. Себестоимость продукции в итоге растет. А извините, цену в нашей ситуации сегодня высокую уже не поставишь. Поэтому что предприниматель? Он себя ущемляет в прибыли. То есть, понимаете, он и так жил в таком узком коридоре, да? И где-то свет в конце туннеля ему мерещился. А теперь он и этого не видит. Этот туннель все сокращается, все сужается и сужается. И проблем тут много. На самом деле, очень много. Поэтому сложно сказать, что сегодня нужно предпринять для того, чтобы это возродить. На мой взгляд, определенный момент был упущен. Конечно, все мы сильны вчерашним умом. Но вот эти мероприятия чисто экономического характера нужно было осуществлять еще и, наверное, в начале марта. Чтобы как-то поддерживать и понимать, что мы идем по наклонной плоскости экономической. Не, ну, понятно. Похоронить мы всегда себя успеем. Вопрос в одном. Как из этой ситуации выбираться? Да. А выбираться здесь можно только одним путем. Что-то делать. И нужно добиваться того, чтобы был диалог с властью. И диалог, при котором мы к частному бизнесу прислушивались. Диалог с экспертами, диалог с сообществами. Диалог конструктивный. Не просто разговоры в пользу нищих. А именно конструктивный диалог. Что мы делаем и что за этими действиями следует. Тогда это выведет хотя бы нас. То есть, как говорят, легко начать с нуля. Тяжело до него доползти. Поэтому надо через какое-то время начинать будет с нуля, если мы до него доползем. До него доползть не все. Олег, а вы после последнего обращения, которого сбился отчет президента, свет в конце тоннеля увидели? Да вы знаете, а для нас ничего и не изменилось. То есть, вы не преисполнитесь оптимизмом, услышав? Нет. Ну, может вы сейчас побежите в банк и скажите, Олег Сергеевич, простите. Мы ждем этого момента. Мы ждем очень этого момента. Что возможно все-таки дойдет это до нас. Вы понимаете, что в любом случае слова президента. Должны быть потом подтверждены постановлением правительства. Это всегда какое-то занимает время. В банке до этого говорили. Ведь с самого начала, когда люди побежали, они тогда это и говорили. Понимаете, еще постановления нет, еще схемы не разработаны, алгоритмы не разработаны. А людям нужны деньги сейчас. Так получается, что опять сейчас Олег побежит. Ему, ну, понимаете, еще, как говорят украинцы, цедила треба ржуваты. То есть, не все так быстро. Нужен механизм. А людям, вот ему сейчас нужны деньги. То есть, вы не побежите, по-моему, сейчас в банк. Еще раз. Пока нет. А, когда? Пока нет. Подождем еще пару неделек. Возможно, что-то изменится. А там майские праздники. А там майские праздники. Вовремя. Парад победы отмененный. Будем, наверное, в записи смотреть в прошлом году. На самом деле, слова словами. А дело пока стоит. То есть, вы так пессимистично относитесь? Ну, я бы сказал, что не пессимистично, а реалистично. А, реалистично. Что в русских условиях означает пессимистично. Ну, в общем-то, да. Поэтому я, честно говоря, не питаю каких-то иллюзий по поводу нового обращения президента. Для нас там упор, опять же, был сделан на сферы деятельности, которые напрямую пострадали. Я считаю, что нет такой отрасли сейчас у нас, которая бы не пострадала. Я знаю, они не чиновники. У них зарплата сохраняется. Не важно, карантин отправили или нет. А, да, да. На самом деле, да. Не очень понятно, что за разделение какое-то. Здесь не может быть непострадавших. А какая отрасль? А может кто-нибудь назвать реально отрасль, которая не пострадала? Это же система. Вы же в экономике в системе. Поэтому невозможно быть одновременно. Зачем вот это определение непонятное? И на самом деле, мероприятия новые, президентские, они еще очень неконкретные. Опять. Было сказано, что там, да, он структурировал первое, второе, третье, четвертое. Но, опять-таки, выделяет определенные суммы на эту отрасль. На регионы. Опять-таки, на что? Как они будут использоваться? И самый главный вопрос. И когда эти деньги придут? Придут они завтра? Говорят, в банке уже поступают суммы. Я вот когда вчера-позавчера зам нашего управляющего отделения Центробанка спросил, а вот эти, например, 150, они уже поступают в принципе, то есть по факту. Реально. Вот опять механизм их распределения. Как будет регион ими распоряжаться? Насколько действенны будут эти меры поддержки? А вы воспользуетесь вот этим, которым рот сейчас сказали, вот эти сколько там? 12 тысяч. Вы будете этим правом, чтобы вашим сотрудникам заплатили что-то или как? Я с удовольствием воспользовался. Но? Ну, скажем, наверное, звонят. Олег Сергеевич, давайте 12 тысяч. Кто-то пообещал. Это фантастика, никто не позвонит. Я пока не понимаю, как мне это сделать. Прошу дело провернуть на самом деле. И в банке так же скажут. Ну, пока не понимаем, как нам вам выдать. Более того, у нас вот лизинги тоже. И мы когда обратились в лизинговую, вот Александр говорит, что им сразу же пошли навстречу. Нет, у нас с кредитом пошли навстречу, а лизинг еще рассматривает. Рассматривает. Ну, вас хотя бы рассматривает. Потому что нам после нашего обращения, мало того, что отказали, но после этого стабильно раз в неделю, два начали приходить напоминания. Не забудьте заплатить. Да. То есть, как в той песне, ты отказал мне два раза, не хочу, сказала ты, да? Ну, вроде того. Вот такая вот ты зараза, лизинговая компания моей мечты. Понятно. Оксана, ну что, вот как-то люди пессимистично думают, что ничего не изменится? Конечно, у нас остается надежда. И это то, что спасает нас всегда. Но по факту, по факту, конечно же, говорить о том, что вот завтра, послезавтра и даже через неделю бизнес, малый бизнес, средний бизнес получит какую-то реальную поддержку, ну, на самом деле, вот нет. Потому что наша система, она слишком бюрократизирована. И это большая-большая проблема. Да, это может быть нормально в ситуации относительной стабильности экономики, небольших там кризисов, которые были относительно сегодняшнего времени в прошлом. Но в такой ситуации, конечно, этот механизм, он не работает. То есть нет у нас плана Б, как реализовывать государственную политику вот в жестких условиях. А мы в этих жестких условиях находимся. Поэтому, да, я думаю, что... Спасение утопающих. Да, надо, конечно... А это как, вам самостоятельно открыться, что ли, к примеру? Или вот Олег заработает, что ли? Так у него поставщики все равно. Мы сейчас попали в список разрешенных акведов на основании постановления губернатора. Но, опять же, вопрос о поставщиках и заказчиках. Потому что заказчики, как я говорил, государственные, у них сейчас это все приостановлено. А поставщики? С поставщиками трудно. Но кто-то сейчас потихоньку начинает открываться, видимо... Ну, вы звонили кому-то вот... Ну, конечно, конечно. Ну, вот кто-то начал работать? Кто-то в Твери как бы точно начали. Но в Твери складские запасы материалов, естественно, минимальны. То есть это самые ходовые позиции какие-то, которые быстро выбираются. А вот это вот Карачарова? Там пока, к сожалению, Москва на карантине. Поэтому пока трудно, да. И возвращаясь к частным заказчикам, сейчас столкнулись с такой ситуацией, что подписан вроде бы договор, подписана спецификация, продукция готова. Звоним. А нам говорят, что, вы знаете, нам пока это не нужно. Ну, да. Сколько вы в таком режиме протянете? Да вот уже как бы трудно оценивать. Но продержимся. Да, середина лет продержимся. Да, середина лета точно нет. Вот, вопрос. Май. В лучшем случае мы сможем продержаться май. Это вот при самых оптимистичных прогнозах. То есть если вам до той поры не дадут таких кредитов, послабления, то о чем говорить? То, да, скорее всего, нам придется закрываться. При этом тоже непонятно, как это делать, потому что мы не имеем права сокращать сотрудников. Опять же, вот у нас есть сотрудник, которому 65 лет. Мы его, как требует того закон, мы его посадили сейчас на карантин. Он сидит дома. Но ФСС, соответственно, ему оплачивает этот больничный. И ФСС ему оплачивает больничный, исходя из мрот. А как же тогда сохранение заработной платы? Это вынужденный карантин. Конечно. И мне, например, непонятно, почему человек получает значительно меньше, чем он получал официально у нас. Да, это все говорят работодатели. Оксана, скажи, а на твой взгляд, может быть, такой режим, ну, когда проверьте, допустим, поймете, что и денег нет в бюджете, в нашей подушке безопасно столько, чтобы всем по чесноку сотрудникам не 12 тысяч платить, а там сколько он, не важно, там 30 получал, 40, не важно. Вот, что государство плюнет, скажет, мы выходим все на работу. Ну, иначе страна просто рухнет. Вот если медики не будут работать, вот производственники все не будут работать, просто, ну, просто рухнет, и все, страна. Возможно такой шаг? Ну, работать, конечно, рано или поздно мы все когда-то начнем в полноценном режиме. Я не думаю, что наше правительство на это пойдет. Вот так вот. Потому что если у нас делается дело, оно делается до конца. И насколько все-таки президент находится в диалоге и с врачами, да, он все-таки прислушивается и к рекомендациям ВОЗ, и навряд ли вот упадет против этих мероприятий. Не думаю, что, скажем так, позиционирование президента в нашей экономике внушает нам оптимистические надежды, что мы все выживем и выживем из этой ситуации красиво. И, мне кажется, будем на это надеяться. Вот то, что Трамп, да, вот сегодня объявил сокращение карантина, и вообще, в принципе, знаете, вы знаете, это, наверное, не совсем правильно. С одной стороны, можно понять Трампа, да, он, в отличие от многих других президентов, он реальный бизнесмен, да, он человек, который знает вот тот самый бизнес, о котором мы говорили изнутри. Конечно, он прекрасно понимает последствия этих ограничительных действий. Но в то же время, та ситуация, которая творится в Америке, она также недопустима. Это приведет к тому, что рабочая сила крайне сократится, и это также отразится негативной экономике. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, как выживает наше предпринимательское сообщество, почему банки не дают кредиты, и самое главное, что-то изменится ли после очередного, не будем говорить последнего, обращения президента. Но оптимизм очень сдержан, как вы слышали, но все-таки, ну, прислушаемся к Оксане, все-таки давайте питать надежду, вдруг, правда, что-то да изменится, и вот дадут и производителям все-таки какие-то послабления, наши банки любимые. И медицинеры разрешат работу, все-таки, замечу, они лечат людей, они, не знаю, там, бусы им какие-то продают. Хотя те, кто бусы продают, они тоже кушать хотят. Ну что ж, всего вам хорошего, крепкого здоровья и процветания в вашем предприятии, если вы предприниматель или работник, который тоже вынужден сейчас не работать, а сидеть дома. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин